Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Так, 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 кто это к нам здесь прилетели такие маленькие? Уже второй раз их вижу, уточки, молоденькие. Правда, непонятно, где их родители. Решили, похоже, у нас здесь обосноваться. Хорошенькие такие гуляют. Вот они, две наши красоточки. Живут теперь вместе, как бы оба забрали. Онежка так скучала, мукала постоянно. И мы ей малышку, принцессу, привели. Вот они теперь вместе здесь живут. Смотрю, играются и бегают. Вообще, Онежке уже три месяца, и ей пора бы с молока сходить. Но она до сих пор пьет молоко два раза в день, так, как кушает принцесса молочко. По-хорошему, ее бы уже выпустить к Веснушке и к двум маленьким бычкам. Ну, как маленьким. Они практически ровесники. Но она пока тут с телочкой живет. Что-то мы переживаем. Как там с пастухом произойдет знакомство. Мы один раз ее выпустили с Бобом. Так они так носились, убежали у нас в сторону дороги, побежали. Мы, в общем, перепугались, поэтому привели их домой обратно. А так надо бы ее выпустить уже ко всем. Такая большая девчонка у нас выросла. И очень, кстати, ласковая, на удивление, для Еширки. Только заходишь, она тут же облепливает. Ну, вот как принцесса. Они две такие ручные. Тут на улочке живут хорошо им. Прям свинарник у нас стал прекрасным телятником. В домик они даже не заходят. Когда дождь, здесь под навесом, под крышей живут. Вода и комбикорм. Сено два раза в день. Все свежее им приносим. Ну, а так, конечно, бы уже, конечно, могла и травку кушать на пастбище. Думаю, что этим делом мы займемся. Со дня на день выпустим ее уже в общее стадо. Думаю, что она с малышами сдружится. Там сейчас трое детишек маленьких. Им там будет весело. Правда, принцесса у нас тут еще на пару месяцев останется одна. А потом тоже ее ко всем взрослым выпустим. Вчера ничего не снимала. Начали укос с 15 гектар. Вчера убрали 25 рулонов бру, 27 рулонов сеножа. Сегодня продолжаем косить. Вчера отбили за гонку и даже ее не докосили, потому что пошел дождь. Погода нам не дала сделать запланированное. Вот сегодня продолжаем. Масса большая. Прям хорошая масса рулонов. С одной полосы получается где-то 2-3 рулона. Они тяжеленные. Вот сейчас я приехала с прессом. Механизатор пока косит. Я буду прессовать. Но дальше, как всегда, перевозить домой и обматывать пленкой. Работать здесь нам еще много предстоит. Но вот послезавтра обещают хорошую погоду. Так что будем в эти дни усиленно работать. Так, ну ладно. Все, я поехала уже за косилкой. Вот так проходят мои летние денечки. Ребята, даже поснимать некогда. С самого утра в поле механизатор поехал в косилку. Я сразу за ним начала прессовать. Запрессовали. Пока ездила за телегой, вот у нас пошел дождь. Но если нажать, ничего страшного. Прям в поле оставили и пресс-подборщик, и косилку, чтобы туда-сюда не ездить. После обеда дождь должен закончиться, и поедем дальше вот это большое поле прессовать. Вчера за лесочком обработали. Ну, не знаю, сколько там, может, пару гектар. И вот сейчас за утро сделали перед лесом тоже здесь пару гектаров. И далее пообедаем. И снова в бой, только уже вот на это огроменное поле. Я везу 7 рулонов, а механизатор повезет 8. Хорошо, что у нас есть 2 телеги. Сейчас подумываю о приобретении старого прицепа Камазовского. Он без дыша, но, в принципе, дыша можно заварить и сделать. Ну, только на это, конечно, время нужно. По цене там отдают как за металлолом. Вот, может быть, его приобрету, чтобы за один раз можно было большее количество сена привозить или сенажа того же самого. А еще Камазовскую телегу можно удлинить. Туда еще больше будет помещаться. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Дарья. Вы на канале Молодая Ферма. Ну что, сейчас утро. Я уже на поле приехала третий раз. Первый раз приехала на МТЗ с косилкой. Оставила здесь. Съездила домой. Меня Лиза забрала. Приехала на Йоти с прессом. Потом скосила. Пять волков сделала на МТЗ с косилкой. Отцепила косилку. Подцепила навесное. Точнее, доехала до дома. Подцепила навесное. Подцепила телегу. И приехала в поле. Сейчас сяду на китайца. Запрессую сенаж. Ну, рулонов, наверное, восемь. И начну быстренько сама грузить в свою телегу. Опять подцеплюсь. И поеду домой. Буду обматывать. Сегодня я одна на свинокосе. Но надеюсь, что справлюсь. Вот такими небольшими кусочками буду косить. Но по-другому пока не вижу никакого выхода. Механизатора мы не нашли. И, честно скажу, уже обыського не хочется брать. Буду ждать. Может быть, еще приедут знакомые. И помогут, если получится. Там у меня трава скошенная лежит. Мой китаец стоит. Меня ждет, пока я приеду. Уже один рулон сетки закончился. Купила вот еще два рулона. Один уже установили. И купила еще пять рулонов пленки. Одна бобина закончилась. Четыре осталось. А на поле ни конца, ни края не видать. Косилка у меня стоит. Меня там ждет. Сколько техники. И я одна. Мама с Лизой находясь уже. Коров подоили. Там бегают, убираются в ангаре. Хорошо Лиза приехала. Помогла мне. Вчера у нас забой был. Уток убирали. Бройлерных. Кур убирали. Домашних кур убрали. В общем, 46 голов. И вчера, и позавчера забои были. Техника стоит. Меня ждет. Приехали. Массу выключаем. И побежали в свой трактор. Вот какая грязюка здесь была. Ну что, ждешь меня? Сейчас поедем на тебе работать. Вчера заправили два трактора. Закончилась солярка. Уже надо снова покупать уже два раза. Первый раз куп покупали солярки. Второй раз полтора куба. У меня здесь тапочки. Все по-домашнему. Так. Запрыгиваем. И поехали прессовать. Сходила только что. Померила влажность. Выбросила первый рулончик сенажа. 54,1 показал. Вообще идеально. С 45 до 55 процентов влажности. То, что надо. Так. Я продолжаю работать. О, летует ветер. Надеюсь, что меня будет слышно. Запрессовала один из рулонов. На самом деле, Кайсити прессовать это самое быстрое. Вот сложнее перецепляться. Дольше. Вот сейчас единственное придется с телегой покататься. На телегу брошу, где много рулонов. И буду на МТЗ кататься, собирать рулончики, складировать. Надо будет в три ряда их положить. На первый ряд по три рулона. Это шесть. На второй ряд по два рулона. Еще четыре. Ну и по итогу получится третий ряд еще один. Одиннадцать рулонов. Как раз вот четко сколько скосило, столько и получилось запрессовать. Буквально там метров пятьдесят волка осталось. По влажности отлично. Единственное, теперь надо аккуратно все это сложить. Потому что я не грузила до этого телеги. Ну, грузила с сеном. А с сеножом не грузила. У меня там борта опущены для того, чтобы больше поместилось. Может быть, репером надо будет подтянуть. И потихонечку, потихонечку, аккуратненько до дома доехать. И там можно обматывать, будет ли мама или Лиза помогать. Так как одной будет долго прыгать с трактора на трактор. Хотя бы пусть кто-то мне будет пленку прицеплять. Так. Ну что. Если сегодня времени хватит, вот это тоже скосите. Тогда уже практически половина будет поля. Чуть меньше трактор там бросила. Один на одном краю, другой на другом краю. Поэтому вот пешком через все поле иду. Желайте мне удачи. У нас как раз выдались теплые денечки здесь. Поэтому надо быстренько-быстренько убирать сенаж. Завтра вроде мама только что позвонила, сказала, что должны еще одни знакомые приехать на пару дней, помочь. Вот тут что надо будет? Возить, да обматывать. Я и косить, и прессовать сама могу. Вот просто чисто физически времени не хватает. Это по сенажу надо быстро. Скосил, запрессовал. И тут же в пленку. А я не хочу в поле оставлять рулоны. Хочу около дома. Так и под присмотром они будут. И кормить удобнее коров. Поэтому приходится вот сразу домой возить. Если бы тут обматывать можно было бы, то я бы вообще одна справилась. Единственное, дернуть меня надо, чтобы сендесятка завелась кому-то. Потому что спуткача не умеет заводить. Плохо он что-то заводится. Поэтому надо дернуть его другим трактором. Одна в двух тракторах я бы не смогла. Так, ну все. Уже подхожу к трактору. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки. И бесплатным снятием наличных. Хватил один рулон сенажа. Один там на краю поля остался. А я еду там, где много. У меня рулонов с тобой близко. Легче было складывать. Рулончики такие тяжеленькие получаются. Надо мне до обеда управиться с этим сенажом. Если получится подключить косилку, то вот это тоже скашу. И уже перееду на эту сторону. Косилка стоит, ждет своего часа. Брест-подборщик с трактором тоже отдыхает. А я вот вожу сенаж. Уже 7 рулонов погрузила. И еще осталось 4 рулона. Всего 11 повезу. Не очень удобно. Конечно, классно, когда один трактор тянет телегу. А второй трактор просто кладет эти рулончики внутрь. А так приходится мне, чтобы поставить телегу на одно место. И по всему полю кататься с рулонами сенажа. Но когда нет другого варианта, это тоже подойдет. Так, ну что, с этой задачей я тоже справилась. 11 рулонов погрузила. Все, поехала домой на обмотку. Теперь надо аккуратненько не растерять бы эти рулончики. Спешить и торопиться. 11 рулонов по 500 килограмм. 5,5 тонн. Телега рассчитана, по-моему, на 6,5 тонн. Поэтому особо не гоняю. Еду аккуратно, чтобы рулончики не развалились у меня. Так, все, я доехала. Больше столько много грузить не буду. Было страшно. На кочках раскачала телегу. По ровной дороге асфальтированной хорошо ездить. А вот по бездорожью так себе. Лиза помогла, прибежала. Дернули мы 80-ку, завели. Ну и все. Я начинаю обмотку рулонов. Осталось два рулона. Один в телеге. Один у меня кун держит. И вот третий обматывает мама. Исторический момент. Мама научилась работать на 80-ке. Может и отъезжать, и обматывать, и сбрасывать рулоны. Подожди! Повернуть! Повернуть! Вот как саровары становятся механизацией. Все, я пошла забрасывать рулончик. Исторический момент. Ну что, как тебе? Тарантайка? Да, вообще. Я, знаешь, вспомнила, я тогда летала на отдых в Израиль. И со мной на сиденье сидели рядом в самолете паром. Они поехали на отдых тоже в Израиль. и говорят. Ну, может, так громко разговаривала. Жена говорит, ты хоть что-то кричишь-то. Он говорит, я аж тракторист. Я теперь поняла смысл вот этого слова. Готово. Одиннадцать рулонов. Кругом один сенаж и сено. Немного осталось с кердой доложить, но это как время будет. Пока поехала дальше. Косить, трясовать и вывозить. Еще одну фотку хочу сделать. До обеда один сенаж и после обеда. Если получится, девять-восемь будет отлично. Двадцать рулонов за день. Так что выдвигаюсь в поле. Двадцать рулонов. Надеюсь, что вам будет видно. Тоже темнеет. Начало десятого. Приехала в поле. Пришлось оставить косилку, потому что по темноте не хочется ехать с четырехметровой косой. А за трактором вот мама меня привезла. Сейчас погоню его домой. Так, из новостей. До обеда сделали один сенаж. Один сенаж. Мы с мамой и после обеда еще шесть рулонов сенажа. То есть всего семнадцать рулонов и два рулона у меня остались на поле. Потому что произошло небольшое ЧП. Я сломала пику. Вот эти вот виллы, которыми я грузила все. В общем, у меня там согнулось. А, штучка, которая держит. Теперь надо то ли новую покупать, то ли токарь везти. Как бы не критично, но и неприятно. Вот. Трактор с прессом сейчас погоню домой. Ой, комары кусаются. Остались у меня здесь два рулона. Знала бы, что так получится. Маленький рулон бы не выкидывала, отвезла бы коровам на еду. Вот. Но я надеялась, что все будет хорошо. Вот они. Один большой там рулон, а этот маленький такой, неполный выбросила. Все, поехала домой. Уже хочется отдыхать завтра и послезавтра два дня с хорошей погодой. Надо за эти дни постараться добить это поле. Где-то, наверное, одну третью я сделала. Две третьих осталось. Так. А потом будем уже передвигаться на другие поля. Сейчас мало видеороликов снимаю. Ну, вот, потому что с утра и до вечера я в тракторе. вот что произошло вчера у меня с вилами. Вот это вот сломалась штучка у меня. Надо ехать новую покупать. Ну, естественно, я тут все погнула. Вот мама взяла у соседа фермера кислородный баллон. съездила заправила. Будем сегодня вечером все это греть и выпрямлять. Потому что вот этой вилой очень удобно. Намного быстрее работа идет. Я тут пошла в обед уточек покормить быстренько, пока механизатор обедает. Я всех покормлю и дальше поедем в поле. А вот так работать на 80-х. Это не бьет не сидеть. Жарко очень. А что поделать приходится здесь работать. с поделать Продолжение следует... Ох, как громко тарахтит. Осторожненько выпрыгиваем, а то я тут один раз шмякнулась. Так, ну что, рулончики на глазах растут и растут. Так что кому нужен будет сенаж, обращайтесь. Мы стараемся. Рулоны получаются тяжеленные из сеянных трав. Особенно кто держит молочный скот. Так как семена мы покупали для молочных коров. Так, ну что, мама еще не приехала с города. Я трех коров уже подоила быстренько. И вот сейчас пойду оставшихся пять коров подаю и выпущу их обратно. То роза уже пришла, горло панит во всем. Что давайте, давайте. Уже время доится давным-давно. Но и коровушек зовет, и доярок своих. Ну что ты тут еще долго? Нет, сейчас уже все побежим домой. У меня тут последние штрихи. Надо браться немножко и все. Сырок сегодня делала сливочный. Ребята, кто там нам делал заказы, просим извинения. Ничего не успеваем, но все отошлем. Вот, мы сегодня в личку писали. Да, все заказы у меня записаны. Как только немножко будет посвободнее, чтобы можно было выехать в город, сразу же начнем отправлять. Пока нам нужно сынокос дарить, закрыть, да? Первым делом. Так, в комментариях читала, то, что люди спрашивали. По поводу обучения сыроварения. Я обучалась в Москве у Ларисы Хрусталевой. Она проводит курсы. Учитель курсов Симон. Это итальянский мастер-сарадьев. Очень хороший, грамотный и опытный. Вот сейчас будут курсы. Сегодня только с Ларисой созванивалась. Курсы будут проходить в Москве с 29 августа. 29, 30, 31. Три денечка. Очень такая насыщенная, хорошая программа. Там полутвердые, твердые сыры, сыры с белой пресенью. Потом идет паста филатом. Конорганизатора курса поставлю в описании. Да, Даш, можешь что-то будет сделать. Можешь даже программу, наверное, подкрепить, да? Потому что программа интересная. А так, ребята, обучайтесь, развивайтесь, не стойте на месте. Знание – это вообще сила. Я, к сожалению, в этот раз не поеду на курсах. А так вообще люблю я побывать на курсах. Знаете, своего рода это как повышение квалификации идет. И знаете, такое общение между мастерами-заварами. Знаете, все время привожу такое что-то новое, какие-то такие моменты, на которые я раньше внимания не обращала. Потому что обычно такой хороший дружный коллектив собирается на курсах. Спокойно варим сыры, учимся. Кстати, Симон, тоже ребята меня спрашивали. Ну, там не только, например, рецепты сыров, да? Он еще дает немного саму основу по сыроделю. То есть, закваски, ферменты, каргулянты. Все это разбирается на курсах. Потом еще у меня спрашивали, дают ли какие-то сертификаты. Ну, такие сертификаты, например... Давай покажем. Вот такого рода сертификаты Лариса нам выписывает. Ну, конечно, это не тот момент, как, например, если кому-то нужны документы официальные, ребята, то это тогда только в институте в Ярославле можно получить официальный документ. Но это больше, знаете, наверное, для технологов актуально. Я как-то узнавала по поводу курсов сыроделия в Ярославле. Там, конечно, все научно, все прям так грамотно, с научным подходом. Но вот кто учился, говорят, тяжеловато. Кто, особенно новички, ну, тяжело. Но они еще проводят курсы такие специально для технологов, как повышение квалификации. Но я, к сожалению, туда так и не попала. Задавали вопросы, где мы приобретаем ферменты, закваски. Вот я когда езжу на курсах, при оказии стараюсь закупиться у Симона. Привозит непосредственно все из стали. Ферменты работают отлично. И вот еще мне понравилась одна компания в России. Это итальянская компания Biocem. Тоже хорошо очень работают. Цены такие приятные. Отправляют транспортными компаниями. Причем это единственная компания. Я много заказывала у разных компаний. Ферменты, коагулянты. Вот, честно говоря, получив от них посылку, была очень приятно удивлена. Все так запаковано в таких термобоксах. Я вообще так удивилась. Говорю, молодцы. Ну, у тебя там что? Срок уже готов? Да, готов. Сейчас вот на ночь у меня тут получилось. Обычно я где-то в обед заканчиваю работу. А тут у меня с утра ванна была занята творогом. И соответственно, у меня все взглянулось на вечер. Но пришлось, придется сейчас, наверное, оставить на ночь. Дизайн, наверное, сейчас, наверное, сыроварник достану на столе. Оставлю, чтобы кислотность не убежала. Ну, и, наверное, пойдем отдыхать, да? Ребята, помните, в прошлом году я посадила розу? Вот как она выглядит у нас в этом году. Расцвела, выросла. Вся усыпана цветами. Прям красивое настроение поднимает. Правда, ее приходится прятать от уток, которые то и дело хотят все пощупать. Представляете, были первые бутоны. Я думала, что из-за сильного ветра, дождя, бутоны посрывало. А потом обратила свое внимание на уток. А они подходят и дергают, дергают бутончики. Поэтому мы вот ее так спрятали. Там уже коровки хотят на дойку. Я как раз пошла. Ну и решила вам заодно показать. Вот мое утиное царство. Уже никакие не детишки это. А вот еще одна роза. Мы тоже ее укрыли. Но, конечно, ей вот эта вот коробочка маловато. Это в прошлом году мне на день рождения подписчики подарили. И сначала она у нас была дома, а потом высадили в грунт. Вот такая красота. Очень красивая, желтая. С таким красным окаймлением. И вот это тоже роза. Красная. Но ее не удается спасти. Видите, это вот утки, что творят с цветами. Конечно, не дело вот им здесь жить. Они мне черную смородину, новый куст, дергают. И смотрю, еще один куст весь поистрепали. Столько у них травы, много. Не знаю, пасить не хочу. Нет, им все равно надо все цветы подергать. Вот и здесь тоже все спрятали. Именно от уток. Потому что курам нет никакого дела до цветов. Красота. Эти даже не выросли. Жавгаст на дворе. Они такие маленькие. Потому что утки их щипали и все огородили. Будем прощаться. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.